всем привет в этом видео это если что обзор на серия с я обо всем расскажу покажу я же я вам покажу распаковку и блок серия с я заранее он показывать не буду в общем как то так что я могу для начала сказать это иксбокс серия с 2000 вроде бы так 20 года который 120 фпс уже нет сам первого не помнишь что-то еще такое было не бывает лишь от другого нет но и еще в ней выпал сразу со фортнайтом и еще одной и игрой и распакуем коробочка чуть-чуть такому почем так сейчас и попытаюсь открытия уже тут но я его не доставал как мы можем видеть сам и сбок побывающим такой упаковочка но и тут на коробочку слегка она потертая но все нормально так ладно вот тут еще можем что-то увидеть но знакомых игр кроме этой вот халлы вот тут еще можем что-то увидеть но знакомых игр кроме этой вот халлы и что у нас тут еще есть вот тут я не видел в общем тут что такое маленькое это нужно его скрыть кстати такой вопрос а почему тут английский но вообще не первый и вообще какой-то язык я тут не вижу английского это явно не английский это не английский это это и тут еще есть море это так главное его тут еще надо скрыть показывать и 120 фс другими словами как ой наконец-то я открыл эту коробочку и сколько у нас все вот я нашел свое видео в котором видно вот там его букву а джойстики зарядка ну не зарядка а шнорочек находится тут так ладно вот сам джойстик если честно сказать мне в xbox one но вообще был неудобный джойстик тут же он такой даже не дешевого пластиковый а просто специально сделан шершавый но в принципе он мне нравится такой достаточно красивый джойстик в комплекте у меня может даже немного и обрадовало шли батареечки ну очень чем на ком-то языке понятно но вот тут на английском батареечки кстати их две ладно наконец-то мы придем к распаковке самого xbox кстати а вот тут еще можно скачать приложение xbox в google play или appstore тут все инструкция но кроме подключения к телеку или розетки я все знаю как работает ну и вот я распаковал саму консоль выглядит она прям красиво так достаточно моготипчиков иксбокс не прям может от много и странно что то нигде не написано какой это игрок я тут не вижу ну ладно попробуем тут вот сама инструкция тут где английский хотела скажите мне английский где-то прям близкий так в общем все понятно если провода два то вот этот в розетку этот в телевизор так в общем то я так понял что вот этот должен вставиться как это выглядит куда-то сюда в общем проводовка так достаточно не могла ну точнее разъем еще при упаковочке заметил эту кнопку и услышите язык в общем я в принципе разобрался куда еще один провод но зачем там вообще есть USB в общем чтобы не подключить телеку скорее всего начнем на это на провод в этот режим ладно я пока сделаю на батарейке а уже дальше все как будет так батареечки я заправил ну сейчас будем подключать для них есть и зарядная станция и проводочек и батарейки кстати мне интересно он проводной или без проводной но поскольку провода нет думаю что без а если он проводной это хотя это вряд ли не думаю ну а в конце концов мне стало интересно сколько он весит потому что он в принципе не легкий сейчас это проверим меньше сериал с в отличии от x в и так в общем сейчас я вам его еще чуть напокажу покажу вам как он в принципе работает ну и покажу что какие игры в нем есть что он тянет и всякое такое и вот он уже в виде таком можно сказать ну когда уже стоит подключен я его уже подключил спустя столько времени ну в общем час но сначала я бы хотел что-то рассказать об этом джойстике чтобы его подключить нужно нажать тут кнопку и кнопку на на консоль на xbox тут еще есть проводная система чтобы в него играть батарейки вставляются сюда а в комплекте они как вы видели были все кнопочки кроме вот этих троих одни и те же у меня она была до этого 360 xbox и как я вижу можно изменить только все эти кнопки вот эта кнопка логотипчик стала не в 3d а такая ну и вот эта кнопочка стала уже такая он снизу как будто бы стал чуть больше вот это вот для меня ну и сделан особое управление чувствуется что он такой же и так далее а еще сам xbox можно сюда вставить флешку у меня еще есть переходник чтобы все это завести в телефон где я намонтирую видео ну и в целом греется если что кстати сама вот эта часть это все для красоты и на вот эту часть ставить нельзя там снизу ножки и вот эти вот такие поэтому ставить лучше сюда я нашел все же свое видео в котором видно вот там его в углу сейчас я вам его применирую вот в общем ну в общем думаю вы убедились что он у меня в общем сейчас мы его запускаем запускаем он должен напутаться к любому новому телевизору и телевизор что что получается квадратным все же не подключится но к новым подключается легко так в общем я его запустил тут еще втекну эту штуку для более другого видео но сейчас я ее попробую еще втекнуть потому что она толком не втыкается в общем то если я даже на видео и сниму то она не снимется потому что эта штука нормально не работает и вот он даже ее нигде не чувствует я его сейчас втыкну в однушку она в общем так втыкается но еле держится но и она его нигде не чувствует поэтому будем как то так может тут что то еще так ладно теперь для этого я попробую сюда просто вот вставить флешку флешка спокойно вставил и он ее даже заметил сейчас посмотрим запоминающие струк флешки вставить да так есть ммм тогда подбойду в общем то я наставлю вставить видео видео про игры я уже сниму потом я сейчас поставлю видео сниматься но пока что видео будет так сейчас запустим какие то такие самые интересные интересные я вам еще хочу показать геймпэлс что в принципе есть это должно быть много но я вам все равно хочу показать что это вообще есть игр тут мне кажется немного но можно еще купить отдельные другие но в общем то но потом ты уже все равно на находишь но кстати м шутка он тянет достаточно много игр он не я вам буду видеть вот здесь фермининг симулятор. Эта игра есть, но тоже в мобильной версии. Также одни из моих любимых игр. И в том, что у нас тут еще. Это тоже есть в мобильной версии. Интересно. Кстати, Halo Infinity и Halo 5 одни из последнего. Видите, я вообще до 2021 года. Самые последние игры тут есть. Майнкраус флай симулятор. Майнкраус джонсон. Кстати, в принципе, он достаточно интересный. У него даже многие взрослые играют. И Mortal Kombat 11. Правда, 102 гигабайта. И несмотря на то, что в нем на 512 гигабайт, для игр всего лишь 30 на 50 гигабайт свободно. Кстати, еще добавили многие старые игры. Я в этом играл на 360 гигабайт. Ну, а новые вот эти два не со спида. Хотя ремастер, в принципе, нормальный, но New Switch Hit мне вообще не понравился. Я в него играл. Еще, кстати, есть Ori, но я еще раньше, в принципе, даже в лет 5 играл в Рэймона. И думал, что Ori какая-то на похожая. Но если так сравнивать, то нет. То было интереснее. Плантин, зомби, какие-то другие. Такие на поведет. Я и плей. Еще, кстати, есть это Rage 2. Тоже слышал. Еще, кстати, вот эта измени. Тут всяких таких много. на гигабайт, типа Art of Rally. В начале она была. Это, ну, еще таких маленьких, на самом деле, интересный. Тут игр достаточно много. Сноурайнер. Всякие звездные войны. Это, это, ну, тоже, в принципе, такая игра на гигабайт. А, в целом, она чуть-чуть срешноватая, там. Всякие зомби и всякие. Ну, поэтому я в игре не играл. Еще, кстати, вообще игры на первый Xbox. Я скачал Plant and Zombies. Тут еще. И была загрузка 300 шведетов Xbox. Я думаю, если скачать что-то такое, то будет, в принципе, загрузка, наверное, на первый Xbox. Но, смотрите, новая, ну, как бы, игра восемнадцатого года. Но, это оптимизация. Но, что в восемнадцатом год вот в такой играть. Но, посмотрите, как тут все нарисовано. Хотя, я думаю, кто любит эту игру и кто купил новый Xbox, потому что он не подруг. Кстати, это вот, ну, тоже из игры на один гигабайт. Эта игра, в принципе, очень смешная. Я ее советую всем. Тропика 6. Тоже достаточно интересная. Ну, я в мне такое. И вот, кстати, какая-то тоже прикольная игра. Вижу. Поэтому мы поставим качаться. Еще вот эти. Но, у меня не особо, не зрели, но они могут зашли. Воронз я в эту играю. Эта новая, в общем, там, там, мне интересно. Ну, в принципе, это все игры в геймпассе. Поэтому их тут не так уж много. Мы сейчас зайдем в Майнкрософт. Кстати, а я... Где мой грузов 100? Новые игры. В общем, тут есть, в принципе, самые последние игры. Сейчас я найду. Новые игры. Нет, не тут раздел. Топ-платных игр. Супер популярные. Ну, логично. Спотифай, на это кто-то все есть. И, кстати, еще бесплатно можно забрать HBO Max. Сейчас я даже его вам покажу. Вот, пожалуйста, HBO Max. Смотрим. Я вам, можно сказать, что бесплатно и смотреть все эти сериалы. Типа вот Том Джерри. О, а это интересно. Ну, если честно, очень срано на Xbox смотреть какие-то на фильмы. В общем, кстати, еще не знаю, наоборот, это кому-то интересно, кому-то нет. Лего игры для меня они лично интересные. Я поэтому все же не покажу. Кстати, клавиатура не прям удобная. Но, в целом, ну, подходит. Как для Xbox. А тут есть демо-версия. Это, ну, первые, типа, миссии. Платные. В общем, это уже слишком старая игра. Дата на выпуск еще неизвестная. Кстати, в 2022-м выходит новые Звездные войны. Лего. Ну, и вот еще пакет Marvel. Это игра тоже 21-го года. Сейчас посмотрим. Вот он с первого года. Она вообще 11-го, наверное, на месяц она вышла. В общем, на поляга играм тут, в принципе, все спокойно. Тут и все. Ну, и наконец-то я вам покажу, где я, ну, поиграю уже что-то. Да, вот, допустим, вот такие, вот, можно сказать, сложные игры. Да, окей. Я, в общем, сейчас тут где-то ездил. Не забанили на ютубе. Музыка на выключен. Если что, скорость в километрах в час. Но тянет в целом спокойно. Это, кстати, 30 фпс, но можно поставить не такую хорошую графику. Графику машины не будут отражаться. Солнце от них, от стекол и всякое такое. Но зато будет 60 фпс. Для меня разница прям была такая заметная. Достаточно. Но графика она была на похожую. Это нам можно и менять, или выбрать как хотите. Ладно, вот, я чуть-чуть так и напогоняю. В целом, доеду до задания. И, кстати, про нахорных разница 5 я бы снимал видео на канале. А еще отвечу вам на такой, возможно, для него только важный вопрос. Будут ли еще видео про пиксел ган? Я пока что из него, может сказать, ушел на какое-то время. Но недолгое. Видео про него еще обязательно, в принципе, будут. Поэтому, кстати, еще есть такая новая игра. Я вообще не знаю, что это такое. О, выглядит красиво. Нет, ладно, не сейчас. Зайдем в Fortnite и сыграем одну конкуренскую битву. Так, в общем, в пиксел гане я уходить из него надолго не буду. Но пока что-то у меня там не будет. Поэтому, извините, пожалуйста. Ну, в общем, пока что у меня там не будет. Сейчас ожидаем. Далее звезды для боевого пропуска. Но я что-то не могу ничего открыть. Кстати, давайте один какой-то плач. Альтер, скейт, хотя вряд ли. Ну, может, но в общем, непонятно. Ладно, играем. Так, оружие мы заберем. Ну, в видео я, конечно, не поздравлюсь, но получу играть, чем обычно. Так, ладно, я, конечно, не буду... Ну, хотя ладно, скажу. Вот это место, оно хорошее. На острове там обычно сундуки бывают. И обычно их много, по 3-4. Поэтому, ну, в общем, я так тайно сундук не уговлю. Можно туда спрыгивать, что я и сделаю. А вот я уже лечу с сундуком. Сундуки, кстати, тут, ну, бывает, их не всегда два. Иногда один, но вызвать из-за него не угоневают. Но чаще бывает два. А хотя на сегодня вышло обновление, но, может, это уже убрали. Я, кстати, очень люблю гранату с лыжками. Я сейчас скажу. В битве она бывает полезная. Это на показ заберем. Так, на пистолет, в принципе, думаю, не продается. Зелье обязательно используем. Ладно, это нам не надо. Это тоже не было, не обязательно. Но, в целом, ладно. Так, идем. У меня, кстати, вот такая она появилась в новой студии. В общем, все уже напишло какое-то такое странное видео. Поэтому всем пока. И скоро я буду еще снимать какие-то в целом. Пока!